С самого начала событий, по моему прямому поручению, предпринимались шаги, чтобы избежать большой крови. Для этого потребовалось и время. В том числе, чтобы дать возможность одуматься тем, кто совершил ошибку. Понять, что их действия решительно отвергаются обществу. И каким трагическим, разрушительным последствием для России, для нашего государства ведет авантюра, в которую их втравили. Именно такого исхода, братоубийства, хотели враги России и неонацисты в Киеве, и их западные покровители, и разного рода национал-предатели. Хотели, чтобы солдаты России убивали друг друга, чтобы погибли военнослужащие и мирные жители. Чтобы в конечном счете проиграла Россия. А наше общество раскололось, захлебнулось в кровавой междоусобице. Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен. Организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать. Все они понимали. В том числе то, что пошли на преступные действия, на раскол и ослабление страны, которая сейчас противостоит колоссальной внешней угрозе. Беспрецедентному давлению извне. Когда на фронте, со словами «ни шагу назад гибнут наши страны». Субтитры создавал DimaTorzok